Доброе утро, прошу. Для начала кратко, чтобы была понятна тема нашего сегодняшнего разговора. Много раз я об этом уже говорил, что страна находится на таком этапе развития, когда без науки невозможно сделать никакого движения вперед. Поэтому наука и еще раз наука. Сказать о том, что мы не занимаемся научными исследованиями как фундаментального характера, так и прикладного, не занимаемся наукой в образовательных учреждениях, было бы неправильно. Занимаемся. Но почему принято решение о создании комиссии высокого уровня, под председателем председателя комитета государственного контроля по изучению ситуации в научной сфере, научной среде, прежде всего в Академии наук. Я только что сказал, науке мы отдаем все приоритеты, без нее развитие невозможно. Но в последнее время я вижу, что Академия наук допускала серьезные просчеты. Это тоже бывает. Наука такая вещь, когда приходится идти непроторенными путями, когда надо осваивать серьезные проблемы, брать вершины. Поэтому, естественно, ошибки возможны. Но что меня насторожило, что эти ошибки допускались Академией наук, там, где их быть не должно, там, где мы уже кое-чему научились, допустим, в животноводстве, в растеневодстве. Научные практические центры созданы в Академии наук. Они также работают не лучше других соответствующих центров, которые существуют вне Академии наук, а должны быть лучшими. Ну и обращения ученых, специалистов некоторых членов правительства меня убеждают в том, что нам надо серьезно посмотреть на развитие академической науки и принять соответствующее решение. По всем направлениям. И кадровое решение, и выборы у нас предстоят членам корреспондентов Академии наук. Мы на это должны обратить серьезное внимание. Поэтому я не хочу, чтобы присутствующие здесь руководители Академии наук и ученые подумали, что тут, знаете, мы готовим некую акцию, не дай бог подумают, против Академии наук. Нет, нам надо серьезнейшим образом подойти к изучению проблем Академии наук и принять соответствующее решение. Третий раз говорю об этом, потому что без науки дальше никуда. Мы живем в эпоху беспрецедентных возможностей развития нашей страны. Упустить нельзя. Есть устойчивая база, определенные результаты как в традиционных отраслях, так и в новых направлениях экономики. Но без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет не просто трудно, невозможно. Наука должна опережать время, но ни в коем случае не плестись в хвосте. С первых дней президентства я ставил труд ученых во главу угла всех преобразований нашей с вами жизни. Развитие честной науки – важнейший приоритет государственной политики. В свое время мы не дали уничтожить научные школы и многолетние наработки. Сделали все возможное для их сохранения. Мы сделали все, как хотели наши ученые – академики, член-коры, доктора, кандидаты наук. Полагаю, настало время спросить ученых за конкретный результат. С какими фундаментальными, стратегическими разработками мы войдем в новую средне-долгосрочную программу развития республики? Готовы ли обеспечить свой технологический суверенитет в нынешних реалиях? Речь не только и не столько о санкциях. Мы к этому уже привыкли. Они проходящие. Я говорю о сумасшедшем развитии мира. Особенно в Азии, на Востоке. Но и Запад не спит шапку. На последнем саммите НАТО заявлен четвертый приоритет. Плод до создания центральных органов на уровне Альянса – технологический рывок. А это квантовые технологии, искусственный интеллект, биология, цифровая трансформация. Мы не должны и не имеем права отстать. И это даже не вопросы. Это задачи, в определении которых, согласно недавним социологическим исследованиям, власть и общество едины. В приоритетах развития страны белорусы на первое место поставили наукоемкие отрасли промышленности, обеспечивающие технологический прорыв и выход на внешние рынки, а также высокотехнологичные отрасли агропромышленного комплекса. Это стратегически правильный подход. Дороги, жилье, образование, культура, спортивные объекты – все это будет развиваться, если обеспечим в стране наукоемкое, конкурентоспособное производство. Отсюда экспорт, достойные зарплаты, налоги и бюджет. Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдем и насколько он будет востребован. И вузовский, и отраслевой, и академические сектора науки должны работать на эту цель в тесном взаимодействии. Нам следует проанализировать, насколько оно отлажено. Не слишком ли мы распаляемся с учетом компактности Беларуси? Главное, отечественная наука должна двигать экономику страны. То есть должен быть конкретный результат ощутимый для государства и для людей. Особенно в настоящее время. Я не отрицаю развитие фундаментальной науки ни в коем случае. Она позволяет заглянуть за горизонт. Это важно. И она будет у нас развиваться. Но сегодняшний день делает результаты прикладных исследований. Именно они поднимают страну на новый уровень. Знаю, сейчас идет процесс, как я уже сказал, выборов членов Академии наук. Значимость их научных разработок для государства – краеугольный камень критериев отбора. Также важно наличие собственной школы, привлекающей в науку молодежь. Если нет продолжателей идей, нет преемственности, тогда и ученого нет. Полностью поддерживаю предложение самих ученых о том, что необходимо установить четкие критерии отбора кандидатов в академики и члены-корреспонденты. Никаких кумовства и круговой поруки, чем часто грешит наша сфера. А затем проведем выборы в соответствии с обновленными уставом Академии науки и положением о выборах. Усиливая пул академиков и член-коров, следует исходить из того, достаточен ли их реальный вклад в отечественную экономику. Стоят ли наши ученые в авангарде решения стратегических, экономических и социальных задач. И еще один важный акцент. Говоря, что наука не имеет отечества, но ученые рождаются, учатся и достигают определенных высот, будучи гражданами своей страны. Большинство великих ученых – настоящие патриоты. Скажу больше, гражданин с высоким званием ученого должен быть самым активным проводником государственной позиции. Как здесь обстоят дела в нашей Академии наук? Вопросов много. Есть отдельные успехи, но и неудовлетворенность с результатами также серьезна, о чем я сказал в начале. Поэтому принято решение о создании постоянно действующей комиссии во главе с председателем Комитета государственного контроля. Ему поручено привлечь самых ответственных специалистов, политиков, для того, чтобы ответить на злободневные вопросы развития Академии наук. Работа только началась, но думаю, что самое время ознакомиться, возможно, с какими-то целями, которые комиссия перед собой поставила. Может быть, выводами, обозначить круг вопросов, которые предстоит детально рассмотреть. Именно в этом ключе должен идти разговор. Это не итоговая наша встреча с членами комиссии и учеными. Итоговая встреча состоится в конце года, когда комиссия закончит свою работу и представит первый доклад об итогах. По итогам этого доклада мы примем соответствующее решение, о которых я только что сказал. Возможно, есть уже предложение для срочного принятия решений, для незамедлительного принятия решений. Я готов все это выслушать. Я хочу, чтобы вы услышали ту задачу, которая стоит перед сегодняшним нашим совещанием. И прошу вас, не пытайтесь делать окончательные выводы. Не торопитесь. Вопрос очень серьезный. Спасибо. Спасибо.